Сахалинский Роспотребнадзор объявил о 60% вакцинации работников тех учреждений, которые непосредственно взаимодействуют с людьми. Это касается сферы торговли, транспорта, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и ряда других сфер. В этом году отремонтируют 147 участков городских дорог. Разработан ежедневный план, и если не внесет коррективы погоды, текущие ремонты дорожных участков завершатся к середине июля. В рамках двухмесячника по санитарной очистке города в минувшую пятницу убирали городской парк. Последние несколько лет парком занимаются целенаправленно. Сейчас об этих и других событиях более подробно. Сахалинский Роспотребнадзор объявил о 60% вакцинации тех работников тех учреждений, которые непосредственно взаимодействуют с людьми. Это касается сферы торговли, транспорта, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и ряда других сфер. Это решение вызвало много справедливых вопросов, поэтому губернатор Валерий Лимаренко посчитал необходимым их обсудить. Итак, выдержка из пресс-релиза правительства. Значит ли, что вакцинация для работников предприятий указанных сфер будет проводиться в принудительной форме? Нет ни в коем случае, отвечает губернатор. Нам нужно стремиться к коллективной иммунизации, но в то же время необходимо учитывать интересы каждого человека. И если по медицинским показаниям или по внутренним убеждениям он не хочет вакцинироваться, то он может этого и не делать. Никто не допустит того, чтобы человек получал вакцину под угрозой увольнения. Поэтому мы запустили горячую линию, сообщает губернатор, чтобы взять сахалинцев и курильчан под защиту. Если подобная ситуация возникнет, прошу обращаться по телефону 1-300. Но я еще раз хочу призвать всех, кому позволяет состояние здоровья, пройти вакцинацию. К концу лета люди будут возвращаться из отпусков, дети пойдут в школу, и мы можем получить залповый всплеск заболевания. Чтобы предотвратить это, у нас остается всего 2 месяца. Социологические опросы говорят о том, что 2 трети населения области готовы вакцинироваться, и мы должны помочь это сделать самым удобным способом. Я убежден, говорит губернатор, что в каждом рабочем коллективе люди благодаря своей мудрости и большому житейскому опыту смогут найти оптимальные решения для достижения коллективной иммунизации, не расколов при этом общество. В единстве и есть наша сила. Полный текст комментария губернатора можно прочитать в его аккаунтах. Напомню, заболеваемость COVID-19 на Сахалине стремительно нарастает. 68 человек заболели за прошедшие сутки. Свободных ковидных коек осталось всего 135. Провакцинировались более 87 тысяч сахалинцев. Для коллективного иммунитета нужно привиться еще 22 тысячам жителей области. День медицинского работника отметили в минувшую пятницу. Торжественное собрание прошло в районном дворце культуры. Сегодня люди в белых халатах воспринимаются абсолютным большинством людей нашего района, области, страны и всего мира как представители не только самой благородной и гуманной, но и самой героической профессии. Находясь на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, другими тяжелыми заболеваниями, самоотверженно выполняя свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни и при этом зачастую рискуете своей собственной. Медицинские работники Ахинского района, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, водители скорой помощи всегда отличались высочайшим профессионализмом и лучшими человеческими качествами, которые особенно ярко проявились в период противодействия пандемии. Уважаемые медицинские работники, ветераны отрасли, позвольте от всего сердца поблагодарить вас за ваш труд, за неоценимый вклад в укрепление здоровья наших земляков. От всей души желаем вам и всем вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого лучшего. Медицинским работникам Ахинского района были вручены грамоты и благодарственные письма. С профессиональным праздником медиков поздравляли артисты. От имени и по поручению депутатов городского собрания позвольте искренне и душевно поздравить вас с наступающим вашим профессиональным праздником. Сегодня в этом зале присутствуют люди доблестные, врачи, медсестры. И хочу сказать еще отдельное спасибо тем людям, которых сегодня здесь нет в этом зале, которые остаются на сегодняшний день на своих рабочих местах, которые рядом находятся со своими пациентами. Позвольте пожелать вам терпения, удачи, профессионального роста, чтобы у вас благодаря нашей вакцинации все-таки становилось чуть-чуть меньше работы и чтобы ваш труд был достойно оценен. В прошлом году, прошлой осенью, зимой, когда до нас, до Ахида катилась вот эта вот волна COVID-19, это все упало на ваши плечи. Вы тогда еще учились бороться с этой болезнью. Вы заболевали сами, болели ваши коллеги. Вы были вынуждены подхватывать пациентов, шел вал больных каждый день. И тогда, конечно, огромную работу вы все делали, за которую мы не устанем благодарить вас. На приемку отремонтированных и готовых к эксплуатации участков городских дорог выехала целая комиссия принимать работы от дорожников. Теперь будут не только специалисты УКСа и местные администрации, но и общественники. С 1 июня в Ахи ремонтируют городские дороги на то, чтобы полностью устранить дефекты на проезжих частях города, губернатор дал Ахинским дорожникам ровно 6 недель. Закончить должны к 15 июля, поэтому работа кипит. Работы мы производим в рамках контракта двухгодичного. Он был заключен в 2020 году. Часть контракта, порядка 8 тысяч квадратных метров, была выполнена в прошлом году. И 5600 квадратных метров выполняется уже в этом году. Во многих районах, скажем так, нужен уже капитальный ремонт, так как где-то не предусмотрена ливневая система. То есть, ну, это основная проблема разрушения дорог. Это вода, положительная, отрицательная температура, она разрушает соответственную дорогу. Поэтому во многих, как бы, районах стоит сделать капитальный ремонт. Что хочется сказать по ремонту текущего года, да, единственная просьба к заказчику размещение контракта своевременно. То есть, можно, так сказать, там, пораньше, там, видосной, чтобы, ну, мы могли быть готовы выходить на объем и летом, то есть, успевать с закупкой материалов. Материалы в ремонтных работах, по мнению Алексея Гаврилина, используют достаточно качественные. Материалы, ну, на мой взгляд, у нас, в принципе, технологичные. Используем битум хорошего качества, закупаем его на материке. Щебень и там другие инертные материалы покупаются в Ахинском районе. В принципе, хорошего качества, проблем с этим нет. С этих материалов строят дороги в Ахинском районе, ну и не только. В конце минувшей недели на приемку уже готовых к эксплуатации участков дорог выехала целая комиссия. Принимать работу от дорожников теперь будут не только специалисты УКСа и местной администрации, но и общественники. Сегодня мы проводим приемку выполненных работ за последние две недели по ямочному ремонту. Такие мероприятия у нас будут проходить еженедельно, по пятницам, вплоть до окончания всех этих работ. В комиссии участвуют и представители общественности из общественного совета, молодежь-волонтеры, которые помогали выявлять эти дефекты дорог, представители партий, собрания депутаты, представители заказчика, это МКУ УКС и подрядные организации. Таким составом мы проверяем выполнение работ и наличие замечаний у, скажем так, простых жителей нашего города до приемки уже заказчиком выполненных работ, чтобы было время для устранения, если есть какие-то нарекания. Итак, комиссия проверила три участка, перекресток Комсомольской-Парковой и саму улицу, ее тоже отремонтировали, перекресток улицы 50 лет Октября у входа в парк и межквартальный проезд от Сапко до Ленина. Мы обсудили выполненные работы и качества, на сегодняшний момент замечаний нет. Дальше мы продолжим выполнение работ. Напомню, что первым этапом у нас идет окончание двухгодичного контракта. С прошлого года подрядчик его заканчивает. Дальше у нас этап – это по осеннему осмотру, с тем, что мы за лето нарастили, вошли в зиму. И третий этап – это обследование после зимнего периода. Поэтому по такому графику выполнение работ запланировано. И также комиссионно будем принимать еженедельно эти работы. В среде общественников были представители «Единой России», «Молодой гвардии», а также депутаты городского собрания. Очень приятно, что в Ахе, как никогда раньше, в июне начинается ремонт дорог. И продолжается. И комиссия в таком обширном составе, представители собраний, представители администрации, общественники, волонтеры – очень, по-моему, хороший формат такой встречи, где, может быть, специалисты не заметили, а общественники дотошные или волонтеры дотошные могут увидеть и указать на недостатки, которые необходимо будет исправить. Но на сегодняшний момент мы таких недостатков не увидели. Качество работы удовлетворяет требованиям. И думаю, в дальнейшем наш город будет выглядеть только лучше, красивее и намного приятнее, чем он был в последнее время. В этом году отремонтируют 147 участков городских дорог. Разработан ежедневный план, и если не внесет коррективы погоды, текущие ремонты дорожных участков завершатся к середине июля. Одним из мест проведения очередного субботника стал городской парк. На уборку пришли более 200 человек. Подробности в репортаже. В рамках двухмесячника по санитарной очистке города в минувшую пятницу убирали городской парк. Последние несколько лет парком занимаются целенаправленно. Вывезено огромное количество валежника. И все же после зимы его вновь достаточно, как и мусора, оставленного отдыхающими. С 15 мая объявлен двухмесячник по санитарной очистке города. Объявляли несколько раз субботники на местах общего доступа для населения. И как только позволила погода, традиционно пригласили всех принять участие в уборке нашего любимого парка. Сегодня более 200 человек отозвалось. Это все бюджетные организации, предприятия ЖКХ, все желающие. Поэтому, как вы видите, большой объем. И все вместе сделаем наш парк чистым. Ребята из спортивной школы в парке частые посетители. Здесь на открытом воздухе они часто проводят свои занятия. Поэтому тоже пришли на субботник наряду с работниками многих предприятий АХИ. К весне у нас город немножко становится грязный. Но должен сказать, что по сравнению с какими-то предыдущими периодами, меня радует то, что в парке все-таки меньше становится мусора. И больше людей более ответственно относятся не только сюда к выбросу мусора, но в то же время и убирают. Вот если сегодня посмотреть, сколько сегодня людей, по сравнению с предыдущими годами, когда мы выходили на уборку парка, меня это просто радует. И количество людей, принимающих участие в этом предприятии, в разы больше. В городском парке продолжается реконструкция. Начальным ее этапом можно было считать установку светильников. Их более ста проложены дорожки. И сегодня идет реконструкция подпорной стенки. В АХИ приступили к летнему озеленению. К концу месяца специалисты муниципального предприятия АХА «Автотранс» посадят в клумбы порядка 15 тысяч кустов разнообразных растений. Стоит напомнить, что весна в Ахинском районе в этом году поздняя, поэтому и к высадке рассады приступили чуть позже. Дождались, когда оттает и подсохнет грунт в клумбах. Многие из них уже перекопаны и подготовлены к высадке. Работу начали со сквера у районного дворца культуры. Здесь, как правило, самые нарядные грядки. Также на минувшей неделе засадили еще несколько скверов, в том числе у нефтегорской стелы. Напомним, городским озеленением занимается муниципальное предприятие АХА «Автотранс». Предприятие и дальше будет ухаживать за летними посадками, следить и своевременно поливать. Рассаду выращивает совхоз «Тепличный» на юге островного региона. У них закуплено несколько видов растений. Ахинцев просят бережно относиться к городским клумбам. В честь Нивхов фронтовиков на месте стойбища Музьба высадят аллею из 120 елей. Первая часть работы уже сделана. Подробности в следующем репортаже. Север Сахалина. Полуостров Шмидт. Заповедная территория, куда приезжают летом рыбаки. И живут тут немногие представители коренных малочисленных народов Севера. В районе Музьбы расположилось родовое хозяйство «Нимиф», руководитель которого Елена Пивненко. Сегодня она встречала многочисленных гостей. Из города приехал десант волонтеров. Привезли лопаты, ведра и саженцы-лиственницы. Всем миром помогают высадить на этом участке аллею памяти. Вообще это была наша семейная задумка. Мы давно мечтали о такой аллее. И в принципе мы хотели сделать это семьей. И у кого брала? Не у вас? Но все получилось так, что я хотела написать грант, потому что думала, что надо купить волонтерам еду, купить саженцы. Написала в администрацию письмо о поддержке. С просьбой, чтобы они поддержали нас. Сейчас администрация сказала, зачем просить деньги, давайте мы все вместе соберемся и сделаем. Я очень благодарна, если честно, и очень счастлива от сегодняшнего дня. Главная идея, чтобы люди знали, что «Нимфи» принимали немало участия в Великой Отечественной войне. Хочется, чтобы здесь было, можно сказать, святое место, чтобы приезжали родственники, приезжали люди, и чтобы все знали, что «Нимфи» воевали. На призыв помочь высадить аллею памяти откликнулись волонтеры, представители Совета ветеранов, работники муниципальных предприятий, члены партии «Единая Россия», депутаты собрания. В течение полутора часов порядка 120 саженцев были высажены в две ровные линии, которые через несколько лет должны сформировать аллею памяти. На месте своей родовой общины Елена Пивненко уже несколько лет реализует и проект «Этнодеревни». В планах выкопать аутентичную землянку, поставить вишала, построить домики в стиле старых строений Нивхов. Пока тут появились некоторые подобия таких строений, которые ждут гостей. Прототипом их является национальное жилище «Керав». И мы, конечно, не полностью сделали в таком виде, в каком строилось раньше жилище, она немножечко уже более современная, это и железная крыша, и фанера у нас, для того, чтобы это все было быстрее. А форма выбрана именно по форме национального жилища. Ну, то есть люди, по крайней мере, будут иметь представление, как это, ну, примерно могло выглядеть. Да, да. После вкусного обеда, которому гостили волонтеров, гостеприимные хозяева, с чувством выполненного долга добровольцы отправились в Аху. Еще один памятный объект – аллея памяти появилась в нашем районе. Пусть она далеко, но для представителей коренных малочисленных народов Севера она будет символом участия их земляков в боях Великой Отечественной. Неоценимую помощь в проведении акции оказала администрация городского округа и лично глава района Елена Касьянова, МУП АХА «Автотранс» и Ахинское лесничество. В Ахе прошло районное собрание, на котором избрали делегатов на конференцию по запуску четвертого плана содействия развитию коренных малочисленных народов Северо-Сахалинской области. Мероприятие прошло в Большом зале районного дворца культуры. На собрание приехали представители КМНС, также из села Некрасовка. Выбрали 22 делегата на конференцию. Напомним, там обсудят итоги третьего плана содействия и наметят планы на следующий. Подробнее об этом в интервью с Александрой Хурьюн. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Представители коренных малочисленных народов Северо-Ахинского района должны собраться на собрание по выдвижению делегатов на областную конференцию по формированию четвертого плана содействия. План содействия развитию коренных малочисленных народов Северо-Сахалинской области, который начал работать, первый план начал работать и в 2006 году, затем была пролонгация в 2010 и в 2016 году. План содействия. В этом году планируются некоторые изменения в работе плана содействия. В предыдущие планы содействия там были созданы комитеты. Комитет социальной поддержки социальной деятельности, комитет поддержки традиционной экономической деятельности. Затем там были образовательные компоненты, компоненты образования, компоненты спорт. А, ну, социальные я уже сказала. И помимо этого там работали и с полком, и правление. В третьем плане содействия, третий план содействия, претерпел некоторые изменения. В него уже вошли только, в комитеты вошли только, исключительно представители коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. То есть представители... У нас семь районов на Сахалине. Вот представители семи районов. Четыре этноса, которые входят в реестр. Это Нивхи, Эвенки, Уильта и Нанайцы. Ну, вот скажите, пожалуйста, основная цель, вот самая главная задача этого плана содействия. Кто кому содействует? В чем? План содействия называется так, потому что региональный совет представителей коренных народов, уполномоченных, затем правительство Сахалинской области и компания Сахалин Энерджи в 2006 году подписали соглашение, первое соглашение о сотрудничестве. Была поставлена цель содействия развитию коренных малочисленных народов Севера. То есть содействию экономическому, социальному и всем этим аспектам. Ну, в принципе, план реализуется успешно. Единственное только, что с течением времени получается так, что мы привыкаем к дармовщине. Вот это вот очень печальная такая составляющая. Но, с другой стороны, очень многие уже прошли через управляющие органы и многие уже имеют представление, как это работает, насколько это эффективно работает. В чем еще особенность плана содействия? Там есть компоненты, которые содействуют физическому лицу. Не общине какой-то, не какой-то организации отдельно взятой, а именно физическому лицу. То есть, есть, был такой компонент, ПТЭТ называется, программа поддержки традиционной экономической деятельности. Вот по этой программе выделяются деньги, часто очень выделяются деньги физическому лицу на приобретение, допустим, снегохода, на приобретение морозильной камеры, на приобретение швейных машин. Вот такие вот вещи. Ну, наряду с физическими лицами и бизнес-сообщества, то есть, родовые общины, родовые хозяйства писали свои бизнес-планы и реализовывали их. Наиболее такой успешный, наверное, проект, это у нас в Некрасовке, родовое хозяйство Уньгыш, Людмила Закировна Кравчук, глава. Вот львиная доля ее перерабатывающего цеха, это как раз бизнес-планирование плана содействия. Заготовка, обработка рыбы, добыча рыбы. Вот, в принципе, и дикоросы, обработка дикоросов. Людмила Закировна со своей продукцией, у нее соленая рыба, сушеная рыба, папоротник сушеный, черемша, она заготавливала ягоды, она со всей этой продукцией уже выезжала в Москву на сокровище Северофестиваль. А другие какие-то, вот скажите, традиционные виды деятельности поддерживаются? Есть желание вообще у коренных наших жителей заниматься какими-то специфическими традиционными видами? Там, пошив, унтов, шапок, вышивка. Пошив национальной одежды, да, у нас есть мастера, которые этим занимаются. Чисто меховой у нас в Хинском районе нет, у нас не занимаются. А вот в Нобликском районе есть такая мастерица, Дорофеева Анна. Она занимается пошивом, вот прямо фирменные, у нее очень красивые вещи, орнаментированные из нерпы. Затем в Александровском районе есть мастерицы, Диноковые сестры. Они ездили, обучались на Камчатку, в Петропавловск. И помимо этого в Южно-Сахалинске мальчик Наумков, женя, он тоже обучался выделке шкур, там же, в Петропавловске, Камчатске. А и вот, кстати, Миша Чайка, он тоже ездил. То есть он тоже умеет обрабатывать шкуры. В Вахинском районе есть одна община родовая, которая уже, в принципе, начала возрождать собаководство. Правда, не геляцкие ездовые, а у них хаски, по-моему, и маламуты. Глава общины Владимирова Наталья. Вот. И помимо этого у нас в Вахинском районе вроде как этнодеревню хотят сделать Пивненко и Елена. Вот. Ну, вот такие вот вещи. Ну, и скажите, вот в чему ожидаете от сегодняшнего собрания? Ну, от сегодняшнего собрания избрание делегатов, которые будут не просто поедут там и глазками полупают, а будут работать на этой конференции. И уже на той конференции, на областной конференции будут избраны представители от этносов, от районов, представители в комитеты плана содействия. То есть там будет комитет, фонд социального развития и программа поддержки традиционной экономической деятельности. Особенность четвертого плана содействия планируется, что экспертные группы, экспертная группа, которая будет рассматривать заявки поданные, будет уже не областная. У нас была, вот в третьем плане содействия, у нас была областная экспертная группа, а у нас уже будет всероссийская. То есть эксперты у нас будут российские. Редактор субтитров А.Семкин